Всем привет! Вы на канале Футбольный Биги. Меня зовут Сергей Егоров. Ну и я должен похвастаться. Дожил до того момента, когда мои фразы становятся мемными. Или мемными, как правильно, не суть. И идут в народ. Их, говорят футболисты, прикалываются надо мной. Вот сейчас, посмотрите, это моя интеграция предваряет блистательное интервью с Иваном Ломаевым. Я уже несколько раз в разговорах с экспертами высказывал слова признательности Ивану Ломаеву, вратарю Крыльев. На мой взгляд, самому небезразличному, это я могу судить, и перспективному. Это я сужу по тому, что говорят специалисты, и я надеюсь, будем им верить, вратарю российской премьер-лиги. Иван Ломаев, конечно, сегодня не могу сказать, что герой матча. Он спас в нескольких эпизодах Самарские крылья, но эпизод, после которого его финн Седана привел к голу Ильи Садыгова, конечно, произвел впечатление. Стал главным, и о нем высказывается и Кот Эген еще в интервью мне, да, мы с ним говорили уже после матча. Ну, а теперь посмотрите интервью Ивана Ломаева. По очень искренней паре мне показалось, что, ну, не показалось, а я уверен, что он очень сильно переживает. Посмотрите, там шел с ним его приятель, партнер по команде, который стал прикалываться. Вообще, я желаю Самаре, конечно, удачи. У них и спортивный директор Сергей Корневенко, мы немножко пообщались адекватно, и тренер мне очень нравится. Ну, и команда перспективная, я желаю всем самарским болельщикам, которые просто красавцы, воспитанные ребята, никакого хейта в адрес команды, добрые слова в адрес игроков. Желаю, чтобы эту команду не разграбили, не раскупили на будущий год, потому что мне показалось, что Самара, выполнив свою задачу, немножко сбавила обороты. Надеюсь, что просто показалось. Ну, и еще сегодня впереди матчи, РПЛ, Динамо, Динамо, ЦСКА, пожалуй, главный матч дня, хотя ростовские и спартаковские болельщики с этим не согласятся. А я напоминаю о том, что моим партнером является компания Бэтбум, которая представляет эксклюзивный бонус за первое пополнение. Переходите по ссылке в закрепленном комментарии по промо-году Биги и получайте до 10 тысяч рублей на первое пополнение. Ну, а сейчас интервью Иван Лайд. Сергей Игоров в футбольной Биги, у меня два вопроса. Во-первых, я увидел, что вы супер общаетесь с болельщиками и как они вам кричали после матча, я очень удивлен. Ну, мне кажется, мы сделали все, что наша сила, чтобы спасти игру, но я поставил жирную точку в этом цирке, скажу так. Почему вы это называете цирком? Не, матч-матч, в принципе. Ну да. Все, больше ничего я не могу сказать. Вы очень эмоционально все воспринимаете, я каждый раз смотрю, а немножко иногда жаль вас. Что поделать? Футбол эту эмоцию ради, это моя любимая игру. Вы слышали, как болельщики кричали «Удаляй еще!» Да. Что вы можете сказать по судейству сегодня? Без комментариев. Мне кажется, люди, которые смотрели эти матчи, все понимают, если они футбольные люди. Иван, ваш финт Зидана произвел впечатление, но пропустили. Что это было? Плохо принял мяч, у меня было два решения, либо сыграть в подкате, либо сделать то, что я сделал. Не получилось. Понимаю, что это отвратительно со стороны братаря делать, но уже не вернусь, скажем так. Ну так не надо практиковать. Конечно нет, это неправильно. Что у вас? У меня впечатление такое, что вы немножко задачу решили, и чуть-чуть подрасслабились. Нет, у нас задача выиграть каждый матч. Все, вот и наша задача. Как можно больше, когда сыграть, добыться по окончанию всего. Но сегодняшний матч получился два удаления. Я думаю, что после первого тайма вы уверенно победите. Макс Бушенков мог забить пару мячей. Блин, если что... Что случилось? Могу просто ходить в футбол. Все бывает. Вот так вот. Как вы свою игру оцените? Плохо, конечно. Плохо, как счет. В пенальти был шанс у вас отбить, когда был Бушаков? По мне пенальти – это всегда батарея. Вас рассматривают иногда, как бы специалисты говорят, что вот сборную. Как у вас мечты в этом плане? Что вы думаете на этот счет? Моя главная задача – работать, тренироваться, показывать хорошую игру. Если я буду достоин, то тренер-штаб принял решение по мне. Что по вашему будущему? Я видел болельщики так немножко... Ну и пишут, что команду как бы не разобрали, не разграбили. Что у вас, какие мысли? Я ничего не знаю про футболгию. Играем в матч. Ваши болельщики, да? Да. Понял. Но ваши мечты какие? Да я много уже делал интервью, говорю. Скажите мне! Пока без комментариев. Вань, спасибо большое.